Сегодня есть пациентка Катя, 9 лет, которая получила Случайную травму во время спортивной игры Прямой удар в левую кисть Мы сделали снимок На снимке оказался перелом В основании четвертого пальца левой кисти Это пустой пифизиолиз Основание основной фаланги четвертого пальца левой кисти Перелом без смещения Сейчас посмотрим, как это выглядит Вот отмечается отек Сюда пришелся удар Есть пальпаторная болезнь в области головки четвертой пясной кости И боль именно в зоне перелома Сейчас мы проведем диагностику методом PDTR Мы берем травмированную конечность Я исключаю давление на зону травмы Чтобы не давать болевое ощущение Давите сверху Есть в этой руке слабость Я тестирую просто вектор Дави вниз Есть слабость Я беру здоровую конечную Дави, пожалуйста Низгибаю ручку Тестирую Это нормотоничная мышца И через нее я узнаю Есть ли тут нарушение Рецепторное поле Держи Я даю стимул Острая боли В зону перелома И получаю ослабление Дикатурной мышцы То есть здесь есть Гиперстимуляция этих рецепторов Я стимулирую рецептор Грубого прикосновения Здесь Здесь все нормально Я даю стимул Тупой боли Диви, пожалуйста Все нормально И даю снова стимул Острой боли Получаю слабость То есть получается Диви, пожалуйста Я снова придавливаю В зону травмы Дави И Дави Дави Дави, пожалуйста Происходит усиление То есть в результате травмы Есть Гиперстимуляция Рецептора Острой боли И поскольку идет Отсюда удар Организм пытается Руку Руку увести Когда мы Уменьшаем Стимуляцию Этого рецептора Я его придавливаю Диви, пожалуйста Нервная система Не видит проблемы И усилив эту мышцу Мы не будем сейчас Убирать Нарушение рецептора Родного поля Будем лечить Обычными методами И посмотрим Спустя какое-то время Как организм Сам справится С этой Нарушением Рецепторной активности В этой зоне Стоп Мы наложили повязку Из полимерного материала За счет того Что есть Определенный эффект Компрессии И мы уменьшаем Болевую стимуляцию С этого региона Смотрите Что произошло С ассоциированной мышцей Довите Мышца восстановилась И она стала Нормотонична Конечно Если мы повязку снимем Стимуляция с этого места пойдет Мы через три недели Снимем повязку Протестируем мышцы И посмотрим Как организм справится С этой Рецепторной проблемой Самостоятельно Прошло три недели С момента травмы И с момента Казания медицинской помощи Сегодня мы запланировали Снять Пластиковую повязку Перед снятием Я хочу протестировать Нервную систему Екатерины Есть Нормотоничная мышца С правой стороны Я хочу протестировать Флексоры плеча На травмированной конечности Довите, пожалуйста Есть сила И мышца Довите, пожалуйста Нормотонична Мы сейчас снимем Повязку И проверим Как изменится Состояние мышц Этой конечности Довите Мышца, пожалуйста Довите Прошло пять минут С момента снятия повязки Я хочу протестировать Как нервная система С себя чувствует Беру здоровую конечность Довите Мышца Нормотонична Все хорошо И тестирую Травмированную конечность Флексоры плеча Довите Довите И мышца Стала слабая Довите Вниз Здесь сила Придавливаю Зону травмы И тестирую Довите То есть Здесь В тесте В тесте Возможность Возможность Убрать Самостоятельно И через неделю Снова Протестируем При сохранении Этой проблемы Мы ее Пролечим Прошел Месяц Травмы И мышца Восстанавливается То есть Нервная система Не справилась С этой проблемой И Тело Сохраняет Вот тот Паттерн Отдергивания Который получил Момент Травмы Я хочу Посмотреть Насколько Распространена Эта дисфункция Я тестирую Прямую мышцу Бедра С этой стороны Дай Гипотония С этой стороны Гипотония Я придавливаю Зону травмы Дай Дай Пожалуйста Происходит Усиление Происходит Усиление Я тестирую Заднюю поверхность Тела Дай Пожалуйста Здесь слабость Дай Здесь слабость Я придавливаю Вместо травмы Дай Дай Происходит Усиление Дай Происходит Усиление Я тестирую Косые мышцы Живота С этой стороны Дай Слабость Я придавливаю Вместо травмы Дай Происходит Усиление То есть Есть Довольно Распространенная Дисфункция Через какое-то Время Могут появиться Дискомфорты Боли В плечевых Суставах В тазобедренных Суставах Нарушена Стабильность Поясничного Грудного Дела Позвоночника Есть Нестабильность Плечевых Суставов Визуально Мы заметили Пять дней Назад Когда появилась Гиперэкстензия Посмотрите Руки ровно Гиперэкстензия В левом Локтевом Суставе До травмы В период Лечения Травмы Этого не было То есть Это все Последствия Травмы Соответственно Мы сейчас Пролечим Это Методом ПДТР И посмотрим Результат Мы нашли Что здесь Нарушена Рецептор Острой боли И компенсация Является Рецептор Тупой боли Находящийся В основании Третьего пальца Если мы Все правильно Нашли Мы даем Провокацию Здесь И одинарную Провокацию Здесь Влечение Занимает Секунды Вылетит Вот так Идет Стресс Двух Рецепторов И Дисунция Уходит Держишь Я Замечу Что Произошло Полное Восстановление Функции Травмированной Конечности Отсутствовала Боль Отек Сожми руку Полное Восстановление Объема Движения Амплитуды Движения Силы Хвата Дари Пожалуйста Дари Сильно Дари Дари Но Со стороны Нерофизиологии Остались Те Проблемы Которые Были В момент Травмы Сейчас Методом ПДТР Мы Пролечили Посмотрим Пациенту Через Неделю Продолжение следует